От ЖД вокзала до Крутых Ключей и от площади Революции до Металлурга. Первые городские автобусы с рециркуляторами запустили по 67-му и 34-му маршрутам. В ближайшие дни 50 самарских автобусов снабдят бактерицидными обеззараживателями воздуха. Предприятие решило поддержать безопасность в своем подвижном составе, а также поддержать местного производителя. Поставка рециркуляторов организована с Тольяттинского завода. Весь оставшийся автопарк оснастят к концу ноября. Мы должны укомплектовать 432 автобуса. Контракты заключены и по мере поступления этих рециркуляторов от поставщика будет осуществляться установка. То есть работа будет осуществляться в таком режиме с колес. Привезли, установили, привезли, установили. Не будут дожидаться поставки, пока всю партию не поставят. 99% вирусов, бактерий, грибков и плесени уничтожаются в автобусе всего за 24 минуты. При этом для здоровья пассажиров никакой угрозы. В основе прибора встроенная ультрафиолетовая лампа, которая перерабатывает, обеззараживает и ионизирует воздух. Он одобрен Роспотребнадзором. Поэтому все сертификаты качества мы проверили. Действительно, они соответствуют заявленным требованиям. Все рециркуляторы пойдут по разным маршрутам. И в основном, в первую очередь, мы постараемся обеспечить те подвижные составы, которые выходят на линию с самым большим пассажиропотоком. Включается замок зажигания, и он автоматически включается. Работать рециркулятор может на протяжении всего маршрута в любой сезон. В настоящее время идет оснащение всех видов наземного городского транспорта. Семь трамваев и три троллейбуса с рециркуляторами уже на линии. Функционируют приборы и на станциях метро. Такой дополнительный метод борьбы с пандемией уже оценили и самарские пассажиры. Я считаю, что это нужно обязательно. Не только в 67-м, везде. Я отношусь к этому положительно. Я ко всем, как к кварцам какие-то. У нас дома даже все мы, у нас и кварцы есть. Все-таки микробы какие-то все равно есть они и в транспорте, и дома. Установка приборов обеззараживания воздуха не снимает действующего в регионе масочного режима, подчеркивают специалисты, но станет эффективным дополнительным препятствием для роста заболеваемости. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.